Здравствуйте! С вами Календарь Рыболова на телеканале Трофей. Май подходит к концу, а вместе с ним и весенний сезон. На этой неделе нас ожидает теплая солнечная погода, однако временами возможны дожди. Вода прогревается все быстрее. Водная растительность покрывает дно и заставляет водную фауну перемещаться активнее. Большинство рыб уже отнерестились, однако у карпа только начинается нерест. В этом выпуске мы расскажем вам, как и на что ловить уклейку, устирку, чехонь и густеру. Но обо всем по порядку. Ртутный столбик термометра в светлую пору дня будет колебаться от 20 до 32 градусов, а ночью от 13 до 20. Небольшие дожди возможны в понедельник и среду, в остальные же дни небо обещает быть солнечным. Давление воздуха будет слегка пониженным, достигая 750-755 миллиметров ртутного столба. Луна на этой неделе продолжит свой путь от второй четверти к полнолунию, что сулит рыболовам отличный клев. Рыба будет активнее питаться, гораздо чаще выходить из укрытий и будет больше путешествовать по водоему. Следует помнить, что фаза луны не является решающим фактором. Однако в тихую, теплую и спокойную погоду, как та, что ожидается на этой неделе, она сыграет немаловажную роль. В первую очередь следует напомнить, что все еще действует запрет на ловлю более чем одним удилищем, а также на несколько крючков. У карпа начался нерест, поэтому ловля его разрешена только на платных, специализированных водоемах. У клейка и у стирка, несмотря на свои небольшие размеры, являются весьма ценными рыбами. Также они отлично подходят в качестве приманки для ловли хищников. Водятся они, как правило, в чистых водоемах, а кормятся в верхних слоях. Клев обычно очень активный, особенно ранним утром и ближе к вечеру. Ловля, как правило, проходит при помощи поплавочной удочки с поплавком грузоподъемностью до 0,5 грамма. Стоит помнить, что уклейка и у стирка очень пугливы, поэтому толщина основной лески не должна превышать 0,1 миллиметр. Чихонь в мае обычно плавает в средних слоях водоема. Лучше всего для ее ловли подойдет фидерная снасть. Прежде чем быть из-за этой рыбой, следует подумать о прикормке, основой для которой послужит недоваренная пшеничная крупа. Также для того, чтобы завлечь ее с большого расстояния, следует добавить пахучую составляющую в виде давленого мотыля и кокосовой стружки. Для ловли чихони вам понадобится фидерное удилище тестом в 40-80 грамм, а также безинерционная катушка с плетенной леской сечением до 0,14 миллиметров и кормушка весом около 60 грамм. Поводок берут толщиной до 0,12 миллиметров и около 2 метров длиной. К нему цепляют небольшой крючок с пенопластом и двумя-тремя опарышами. Клев на хорошо закормленном участке обычно очень активный, так что залогом удачной ловли будет правильный выбор места и правильно подобранная прикормка. Густеру стоит искать в первую очередь на участках водоема с рельефным дном, богатым на естественное для этой рыбы укрытие. С обильным ростом водной растительности и окончанием нереста эта рыба ведет очень активный образ жизни. Лучшая снасть для ловли густеры в конце мая – фидер, тестом 90-120 грамм. Густера известны своей осторожностью, поэтому в качестве основной лески лучше взять плетенку потоньше. В качестве прикормки сгодятся овсяные хлопья в перемешку с опарышем или рубленным червем. Плотность прикормки регулируется в зависимости от силы течения. Дабы оставить на месте ловли только крупные экземпляры, на крючок насаживают опарыша или крупный пропаренный горох. Подведем итог. На этой неделе нас ожидает теплая солнечная погода. Временами, возможно, небольшие осадки. У карпа начался нерест, поэтому ловить его можно исключительно на специализированных платных водоемах. Уклейку и густерку ловим на поплавок. В качестве насадки используем опарыша или мотыля. Чехонь ловим на фидер с предварительным закормом. На крючок надеваем 2-3 опарыша. Густера будет держаться вместо водоема с рельефным дном. Также ловим на фидер, а в качестве насадки используем распаренный горох или опарыша. Не забывайте, что пока еще нельзя ловить более чем на одну удочку и на один крючок. Также помните о нормах вылова. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова